Приветствую вас! Смотрите, если только остается самоубийство, да, то вы никак не ответственны за то, что сделает ваш молодой человек, даже если он реально готов, значит, наложить на себя руки. Это первое. Второе, мне не очень понятно, мне не очень понятно, как он доказал, что не врет, как он доказал, что не врет. О том, что готов наложить на себя руки, если он, собственно говоря, живой. Это вот тоже несколько странный момент. Дальше. Стуация такова, что по моему мнению, вот именно по моему мнению, дело не в том, что вы по ряду причин боитесь, что сядете за решетку, а дело несколько в другом. В чем сказать, конечно, сложно, потому что с вами нужно работать, вот, для того, чтобы понять. Вот. Но, я думаю, что, скорее всего, вы зависимы как-то от своего мужчины, вот, скорее всего, вы зависимы от него, вот, эмоционально. Вот. И, в частности, это связано с тем, как это видится мне, что вы не готовы брать ответственность. То есть, вы страдаете, вы мучаетесь, вы готовы делать то, что не нравится вам, вы готовы мучиться, готовы переживать. Вот. Оно при этом, значит, не делает свой выбор. И вот именно невозможность сделать свой выбор, именно невозможность этого. и обуславливает то, что вы, собственно говоря, зависимы от мужчины. То есть, дело здесь, ээээ, совсем не в том, что он может покончить убийством. А дело здесь, именно в том, что вы, сами не можете от него уйти. Вот. То есть, обратите внимание именно на психологический аспект. Потому что пока, пока, эээ, вот, по факту, да? Ага. По факту, получается, такая история, что, эээ, вы боитесь наказания. То есть, вы боитесь, что сядете в тюрьму. Вот. Угу. На самом деле, это, это страх иллюзорный. А вы можете, эээ, проконсультироваться у, ээ, юристов по этому вопросу. И, соответственно, они вам объяснят и помогут. Вот. Здесь у нас же, на сайте вы можете, эээ, вот этот момент набреть, и, эээ, вы можете с ним разобраться. То есть, вы, ну, вы можете, эээ, прояснить для себя это. Вот. Но, помимо, помимо, эээ, помимо данного аспекта, аспекта, да? Есть ещё, эээ, есть ещё и аспект, вот, о котором я говорил. Это аспект неуверенности и неготовность собрать на себя ответственность. Возможно. Вот. Вот. И, вот, собственно, этот момент, его нужно с вами разбирать. Конечно же, потому что, эээ, в противном случае у вас всегда будут такие отношения, где люди, эээ, будут вами манипулировать. То есть, эээ, вызывать чувство вины, скорее всего. Ну, вот. Опять же, эээ, чувство вины, оно, эээ, само по себе из ниоткуда не берётся. То есть, у него есть причины. И, если вы, эээ, готовы брать на себя ответственность, эээ, за этого человека, который откровенно, эээ, вами, ну, грубо говоря, манипулирует, да? Вот. Если вы готовы брать за него ответственность, эээ, значит, соответственно, эээ, скорее всего, в вашей семье, вам, эээ, предлагалось, эээ, дополнительное ответственность. Ну, больше ответственность, эээ, больший вес ответственности, ээээ, чем это было, эээ, значит, ну, адекватно вам. Вот. И, если это действительно так, то, эээ, с этим, эээ, также нужно разбираться. То есть, эээ, с этим нужно работать. Вот. Вполне вероятно, что вы, ээээ, подознательно всё ведёте именно к тому, чтобы, ээээ, покончить с собой. Да. То есть, вот, стремитесь, стремитесь к смерти. Вот. То есть, ну, все ваши отношения, это вот, по сути, такое вот, ээээ, стремление, такой вектор. Вектор именно, ээээ, ну, направленный на смерть. Грубо говоря. И, 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 и это сценарий, определённый сценарий. И его, этот, ээээ, сценарий, если это действительно, ээээ, такой, такой сценарий. Вот. Эээ, его нужно разбирать. Потому что, ну, как вы, как вы понимаете, ээээ, сами вы, скорее всего, не справитесь с этим. Ну, потому что сейчас вы не справляетесь. Вот. И, соответственно, рассчитывать на то, что справитесь, ээээ, не стоит. Вот. Так что, эээ, вам нужно сейчас консультироваться у юристов, ээээ, абстрагироваться от своего молодого человека, ээээ, сказать ему, чтобы он делал что хочет, что вы не будете с ним без зажалости. Ну, вот. И, собственно, всё. А вот со своими чувствами, которые у вас возникают, эээ, возникнут в результате этого, вы можете работать. Можете и необходимо это делать. Ну, вот. Потому что, ну, сам факт того, что для вас такие отношения стали возможны, да? Что это отношения именно, вот, такого шантажа, говорить о том, что вы к этому были предрасположены. Так это ведь, эээ, парень, он ведь, эээ, ведёт себя так не впервые, и, скорее всего, признаки подобного поведения не уже были до этого. И, пресекивая их сразу, да, эээ, проблемы не было. Но вы их не пресекли. И вот, собственно, эээ, только вся в том и заключается. Чтобы определить, эээ, что помешало вам, эээ, значит, ну, показать свои личные границы. Эээ, на этом всё. Эээ, я надеюсь, что помог вам. Эээ, сейчас просто отдалитесь от мужчины. Эээ, значит, если у человека действительно есть склонность, эээ, к самоубийству, то дело не в вас, он так или иначе с собой покончит. Если он не хочет, не хочет, эээ, с собой кончать, и всё это просто демонстра... ну, демонстративность, то он никогда себя не убьёт. У нас на это ещё нужна решимость, а на это нужно мужество. А мужчина, судя по тому, что вы пишете, далеко не мужественный. Вот. Ну и, эээ, посмотрите, пожалуйста, в интернете, эээ, треугольник Карпмана. Вот. А, я думаю, что это тоже позволит вам, эээ, значит, лучше увидеть ситуацию. И уже потом можете обращаться к психологу и работать уже непосредственно, эээ, над своими индивидуальными, эээ, нюансами, которые у вас есть. А, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, эээ, я буду рад вам помочь. А, если вам понравился, эээ, мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.